Саша, поздравляем. Бронзовая медаль чемпионата Европы. Это твой первый взрослый чемпионат. Когда ты ехал на этот старт, у тебя были какие-то представления, наверное, о том, как это будет? Вот совпали ли твои представления об этом турнире и с тем, как это все происходило? И, может быть, какие у тебя впечатления от чемпионата Европы? Ну, я ничего не представляла, потому что еще ни разу не была и сравнивать не было ни с чем, поэтому я ехала как в новое что-то. И мне было очень интересно, как это будет. Очень здесь понравилось и уступать. И я хотела бы, конечно, еще приехать. Не все удалось сделать на этом турнире. Можешь объяснить, почему? Трудный сезон, вторая половина. Понятно, что это не может служить оправданием, но наверняка есть какие-то причины, может быть, которые помешали откататься чисто, хорошо, так, как ты хотела бы. Никаких причин не было, просто я не могу настроиться. Мне надо больше катать, я считаю, на тренировках и стараться каждый раз чисто. И учиться настраиваться на каждый прокат. А ты объясняешь это тем, что ты говорила на пресс-конференции, но не совсем еще восстановилась после каникул. То есть такой сложный был чемпионат России, этот чемпионат, что он отнял много сил, напряженный был старт? Нет, для этого контента, который я каталась вчера, я была полностью готова и должна была катать чисто. А вы после чемпионата России решили, что надо сделать ставку на стабильные, на чистоту, на уверенные прокаты, и выбрали, что будете в короткой программе именно эти элементы делать, а с тренерами обсудили, а в произвольном вот эти. Нет, мы перед чемпионатом решили, что мы сделаем ставку на чистый прокат, поэтому убрали аксель и убрали сайхо в произвольный. А в этот раз я приехала с Нового года и не до конца восстановила свои элементы, все, которые я прыгаю, поэтому я поехала с таким контентом, который я восстановила. С каким чувством ты уезжаешь из Граца? Вот какие, может быть, уроки ты для себя там пометила, что ты там, так сказать, поняла после этого турнира? Конечно, с каждым стартом это все равно ты учишься, это все равно опыт. Плохой это или хороший, это уже, ну, другое дело. Я сделала выводы и буду стараться не допускать ошибок в следующих стартах. Ну, знаешь, как многие говорят, иногда какой-то опыт, когда не все удалось, мотивирует гораздо больше, чем какие-то успехи, которые могут расслаблять или у кого-то вырастать, скажем так, корону, да, что вот я все могу и у меня все так легко получается. Поэтому не бывает пути наверх без каких-то, да, без трудностей. Что сказали тебе тренеры после этого чемпионата? Сказали, что надо больше работать и уже начинать катать чисто на стартах, вот, что собираться надо просто. Ты человек, который первая стала делать очень сложные прыжки. Ты как бы вот как ледокол, я не знаю, пробиваешь среди льдов дорогу, да, вот ты и Аня, и потом все идут остальные. Это сложная роль или тебе кажется, что вот это такая хорошая миссия быть первым, да, чтобы показывать другим, что это все возможно? Ну, не знаю, может быть сложнее, потому что еще не знали, как прыгать, как вкатывать эти четверные, вот поэтому как бы сложнее. А так мне очень нравится и буду продолжать. И на чемпионате мира ты наверняка будешь уже, как ты говоришь, делать что-то более сложное? Смотрите на чемпионате мира. Как будете готовиться, вот, ты рассказывала, да, чемпионата мира, это будут вот такие серьезные тренировки или сейчас приедете, надо чуть-чуть передохнуть, перезагрузиться? Я сама не знаю, что скажут тренеры, то и будем делать, вот. Думаю, что будем тренироваться и готовиться, как всегда. Ну, никакого перерыва, как вот сейчас на Новый год, да, чтобы там уехать, это точно не будет, да? Нет, конечно. В Дубай не поедешь. Ты обычно на соревнования приходишь с Тиной, здесь она тоже есть, как незримый герой, да, но не приносишься, да. Что она делает, где она сейчас и... Сейчас в гостинице, она отдыхает. Вчера была и позавчера была, она на прокатах просто с мамой сидела на трибунах и не было шанса ее передать, поэтому... Как она себя чувствует в компании других зверюшек, которые у тебя появились? Котик, кошечка? Кошка, да. Кошечка и котель. Ну, она немножко недовольна, конечно, ими, но с каждым днем лучше и лучше, и более-менее уже нормально. И она стала намного смелее, раньше на все боялась, стала есть много чего, что раньше не ела, не пробовала собачьей еды. И вообще она вести себя стала как собака, только маленькая. Раньше она такая была, не знаю, что-то непонятное. Ну, поскольку она живет дольше всех, она командир над этой группой. Ну, они иногда, конечно, ее побаиваются, когда там, но Лана уже, она на нее гавкает, чтобы та ей отдала еду. Ну, но если Тина ест, к ней нельзя подойти, они побаиваются ее. Все равно она как бы показывает всем своим видом, что я тут давно живу, я тут хозяйка, а вы должны подстраиваться под ними. Саша, ну и какие сегодня показательные выступления? Расскажи нам, что ты будешь показывать на показательных выступлениях. Это будет вот твой замечательный номер, да? Да. Сколько времени тебе надо, чтобы сделать такие чудесные волосы, черные-белые? Всегда по-разному, мне их делает мама, сейчас она придет и мы начнем делать. Ну сколько, по часу? Ну не, не час, я думаю, что самое большое полчаса, а бывает быстрее, бывает чуть дольше, потому что как накрасим, ну ровно, неровно там. Будешь сегодня чем-то удивлять? Смотрите. Ну так, ну скажи. Саша, ну я думаю, что чемпионат Европы все равно это стало какой-то ступенью, да, ступенью наверх. Это так не бывает, чтобы человек такого плана, как ты, человек, который делает что-то новое, он все равно извлекает для себя какие-то выводы и всегда движется вперед. И я желаю тебе, Саша, чтобы ты вот оставалась такой заряженной на что-то такое новое, всегда пытаться что-то сделать, то, что не делает никто, и добиваться результата, который еще, может быть, никто не делал, да, в фигурном катании. Спасибо. Ну успех в тебе, Саша. А сама ты чего себе пожелала бы? Чисто когда-то программа и все. Ну это самое главное. Саша, успех в тебе, спасибо тебе большое. Спасибо.